А вот если я вот с этим поставлю вот то, которое никто никогда не ставил, я проведу эксперимент, и что из этого получится? Добрый день! Мы сегодня будем говорить о таком популярном стиле интерьера, как эко-стиль. И начнем мы с того, какая подоплека лежит в основе этого стиля. В принципе, у любого художественного стиля есть некий социальный запрос, на который этот стиль отвечает. Если мы говорим про интерьеры, то, соответственно, любой интерьерный стиль можно разделить на то, что лежит, так сказать, в философской подоплеке, и на то, как это выглядит, то есть в чем она выражается. И, собственно, именно таким способом я хочу сейчас разобрать эко-стиль. Прежде всего, эко-стиль — это металличные материалы. То есть то, из чего сделан предмет, я думаю, что это достаточно очевидно. Но это не то, что отделяет эко-стиль от других стилей. Потому что если мы, например, возьмем, не знаю, ар-деко или классический стиль, то и там тоже могут быть предметы из массива дерева. То есть дерево считается самым экологичным материалом. Либо там отделки из натурального камня. Это не только прерогатива эко-стиля. То есть вопрос, из чего сделано, — это не то, что отсекает эко-стиль от других стилей. Люди с экологично настроенным сознанием смотрят глубже. Их интересует ряд вопросов, связанных с жизненным циклом предмета или отделки. Более конкретно давайте разберем по пунктам. Во-первых, это как производили материал или предмет. То есть кто это делал, сколько энергии было потрачено, каковы отходы производства, как обращались с людьми, например, да, не использовался ли, там, не знаю, детский труд при производстве ковров и так далее. Например, мы можем взять такой материал, как кирпич. Этот материал считается экологически чистым, то есть безвредным для здоровья. Но при обжиге кирпича выделяется много углекислого газа. Соответственно, с этой точки зрения материал не такой уж экологичный. То же самое можно сказать и про бетон. То есть это материал, который никак не вредит здоровью, и материал, который большинство из нас каждый день там, да, с ним сталкиваются. Но это не экологичный материал с точки зрения производства. Следующий пункт жизненного цикла продукта – это логистика. То есть это то, как мы доставляем товар из магазина до дома, где мы собираемся им пользоваться. Соответственно, люди, которые хотят принести пользу или нанести наименьший ущерб окружающей среде, выбирают те магазины или те производства, которые ближе всего к месту потребления, чтобы, соответственно, меньше выделялся углекислый газ от транспорта. И также в этот пункт может входить упаковка. То есть если это экологичный товар, да еще и не в пленке, а в экологичной упаковке, то тем лучше. Следующий вопрос – это как мы будем использовать предмет. И здесь я хочу остановиться на том, что предмет может быть экологичным или не экологичным, не только в зависимости от того, из чего он сделан, но и как именно вы им пользуетесь. Например, сейчас идет тренд на увеличение объема холодильника. То есть это тренд, который уже есть в Европе. Но он притекает и к нам. Я это вижу на своих собственных проектах. Клиентам больше недостаточно холодильников, которые вписываются в колонну на 60. Они либо берут, например, холодильник без морозильной камеры и отдельно еще морозильник, либо берут менее стандартный вариант, там, холодильник на 72-73 сантиметра, и опять же мы пытаемся его запихнуть внутрь кухонной колонны, либо это уже отдельно стоящий холодильник, сайд-бай-сайд и так далее. Но с точки зрения экологии холодильник более маленького объема более экологичен, потому что мы, конечно, закупаем продукты на неделю, да, или, может быть, кто-то закупает даже на дольше, я не знаю. Но не все продукты неделю могут лежать. То есть если вы купите, например, салат, через два дня его надо выкидывать. И одна из крупных экологичных проблем – это то, что более 40% мировой еды просто выкидывается, потому что она портится в холодильнике. Соответственно, чем меньше объем, тем меньше вы можете купить еды, тем чаще вам приходится ходить в магазин, и, соответственно, вы выкидываете меньше, поэтому холодильник с меньшим объемом более экологичен, чем холодильник с большим объемом. Эко-стиль – это история про экономию природных ресурсов, в том числе это электроэнергия и вода. И можно подумать, что если вы что-то экономите, используете меньше, значит, у вас остается больше денег на покупку чего-то еще. Но это в корне неверно. Например, человек, который хочет использовать возобновляемую электроэнергию вместо энергии города, ставит себе на крышу солнечные панели. Но вряд ли этот человек будет думать, что он окупит хотя бы эти панели, не говоря уже о том, что сэкономит. Плюс, опять же, их нужно обслуживать. Еще один вариант – это энергосберегающие лампочки. Да, это лампочка, которая живет дольше, чем стандартная лампочка, но при этом она живет, например, в три раза дольше, а стоит она в 10 раз дороже. Так что тоже эта история не про экономию денег. И что касается воды, я, например, года три или четыре назад покупала специально лейку с подмесом воздуха, которая позволяет экономить воду в душе. И на тот момент эти лейки производило только очень ограниченное количество фирм. Я, например, купила лейку то-то, и, по сути, там довольно сложно было найти. Сейчас же я вижу, что на рынке довольно много таких вариантов, и эти лейки стоят примерно столько же, сколько обычные душевые лейки. То есть, когда я говорю, что эко-стиль – это дорого, я не хотела бы быть слишком категоричной. То есть, есть какие-то вещи, которые вполне приемлемы и не требуют чересчур больших усилий с вашей стороны. Но, к слову, об усилиях. Эко-стиль – это не только дорого, но это еще и неудобно. К примеру, если говорить про ресурсы, то большинство источников, которые проповедуют экологичный стиль жизни, говорят о том, как правильно нужно использовать воду, экономить воду. Ну как, как? Соответственно, можно помыться, например, не каждый день, а раз в три дня или раз в неделю, или раз в месяц. Можно принять ванну, да, и стирать, кстати, рубашки, можно не стирать, да, то есть, можно рубашку, например, такой надели, в офис сходили, потом на балкон ее, значит, повесили, проветрили, опять надели. Интересно, как это выглядит на практике, даже интересно реально. Но не суть. Значит, экономим воду. Мы принимаем не ванну, мы принимаем душ. Душ мы принимаем не пять минут, а мы принимаем три минуты, чтобы сократить количество воды. Кроме того, мы принимаем душ не горячий, а холодный, потому что тогда мы принимаем его не три минуты, а еще быстрее, да к тому же экономим на электроэнергии, чтобы подогреть эту воду. То есть, это достаточно неудобно. Кроме того, эко-стиль, это затратно по времени. К примеру, вы хотите использовать в качестве штора какую-то экологичную ткань, например, хлопок. Но вам недостаточно купить, просто пойти купить хлопок. Мы возвращаемся к тому, что вы должны знать жизненный цикл продукта. И, соответственно, хлопок – это ткань, в производстве которой задействована примерно четверть всех мировых пестицидов. И, соответственно, вы не хотите иметь на окнах хлопок, который выращен с использованием пестицидов. Вы должны найти органический хлопок, который выращен без пестицидов. И, соответственно, компания, которая его выращивала, мало того, что потратит больше на его выращивание, но к тому же она должна потратить на то, чтобы пройти тестирование и получить сертификат, который она может вам предъявить. То есть это довольно дорогая история И к тому же просто вы тупо тратите время Ну как бы не тупо, но вы тратите много времени Для того, чтобы выяснить все обстоятельства По поводу того или иного продукта Почему эко-стиль, который связан с таким количеством проблем Тем не менее является просто мега-трендом в дизайне интерьеров? Потому что он очень хорошо соответствует социальному запросу То же то, о чем я упоминала ранее Мы хотим не просто сделать мир лучше Сейчас дизайн движется в следующем направлении Основные принципы дизайна это лучше, меньше и медленнее Лучше означает, что мы отказываемся от лишнего И выбираем только самое лучшее, самое красивое И в том числе параметр лучше обозначает поддержку хендмейт Поддержку местного ремесленничества и личность в интерьере То есть обычно у предметов, которые мы покупаем У них есть автор, мы знаем, какие руки это делали и почему Это не серийное производство И меньше, соответственно, эта история про отказ Про отказ я буду говорить довольно долго дальше по ходу лекции Но история про то, что мы как бы пытаемся очистить свою жизнь от любого мусора То есть мы оставляем лучшее и отсеиваем как бы шелуху И параметр медленнее, речь идет о том, что экономика идет на спад Экономика замедляется Соответственно, те покупки, которые раньше мы делали спонтанно Теперь мы делаем более обдуманно И кроме того, у нас, например, сокращается занятость Появляется большее количество свободного времени Как раз выяснить происхождение штор, которые, возможно, вы купите Или, к примеру, параметр медленнее также включает то, что вы наслаждаетесь жизнью дома И это тоже немаловажный факт Такой вот, да, то есть сидите дома, сидите дома, сидите дома Это песня, которая слышится практически во всех источниках Которые я пересмотрела, когда готовилась И в книгах по скандинавскому дизайну очень много этого То есть вы возвращаетесь домой, и там дома играете с детьми Вы возвращаетесь домой, и дома вы принимаете гостей, сидите за вашим столом Например, дома проводите время за приготовлением праздничного обеда или ужина То есть эта история не про то, как вы идете в ресторан или как вы идете в музей А про то, как хорошо вам сидеть дома Это история про замедление, конечно же И говоря, опять же, про замедление и про улучшение И про то, что про отказ от лишнего Хочу поговорить больше про настроение То есть эко-стиль — это определенное настроение Почему он вышел на первый план? Почему это именно меньше, лучше, медленнее? Если вы помните, когда началась вот эта вся история с пандемией Народ бурно двинулся скупать все-все продукты И много было в сети, значит, этих фотографий пустых полок Или джипов, из которых просто вываливались пакеты с продуктами Потому что они туда не помещались И это, конечно, все абсолютная правда У нас, например, была история, когда мы поехали на замер к клиентке И у нее была целая комната, в которой она хранила те продукты, которые муж купил на случай пандемии В том числе там, конечно, была гречка И там было большое количество сгущенного молока Причем, как она пояснила, они вообще не едят, там, или не употребляют сгущенное молоко Но они боялись, что просто кончится любое молоко И на всякий случай купили еще сгущенного молока Поэтому мы с замеров просто ушли с банкой Или с двумя даже банками этой сгущенки То есть вот такая история И как раз тогда появились в сети вот эти всякие шуточки и мемы На предмет того, что туалетная бумага так дорого стоит Там стоит дороже денег И вообще там обладатели туалетной бумаги – это самые счастливые люди в мире И, конечно, там вот такие фотографии, например, которые вполне достойны Дюшана Но, по сути, это, конечно, в какой-то степени смешно На самом деле это не так смешно Потому что это демонстрирует страх перед будущим То есть мы неожиданно осознали, что наш мир хрупок И что мы не полностью контролируем то, что вокруг нас И мы не знаем точно, что будет завтра с нами, с нашими близкими Соответственно, отсюда вытекает настроение Люди разделились на два совершенно противоположных лагеря Первый лагерь сказал – давайте-ка сядем на диету Это вот те самые люди, которые потом стали выбирать экостиль Что значит сядем на диету? Это люди, которые выбирают естественность, неторопливость, упорядоченность То есть в интерьере такие люди ищут защиту и ищут утешение Мы говорим – да, мы не можем контролировать все вокруг нас Но вот у нас есть вот этот маленький мирок наш И внутри мы можем контролировать хотя бы что-то в этом хаосе Поэтому нам нравится размеренность Поэтому нам нравится уединение И мы возвращаемся к традиционным семейным ценностям Второй же лагерь сказал ровно противоположно Ух ты, мир неожиданно может кончиться? А мы еще столько всего не успели попробовать? Так давайте же скорее к холодильнику И это люди, которые в интерьере выбирают принцип «more is more» То есть принцип максимализма Это люди, которые хотят сочетать несочетаемое А вот если я вот с этим поставлю вот то, которое никто никогда не ставил Я проведу эксперимент, и что из этого получится? Получается из этого в итоге то, что интерьер имеет яркую индивидуальность И иногда граничит с китчем Но это тоже прикольно Так как мы рассматриваем сегодня только эко-стиль и не рассматриваем максимализм То давайте вернемся к эстетике эко-стиля Прежде всего эстетика эко-стиля – это снижение пафоса И здесь я хочу тоже остановиться чуть подробнее на этом принципе Это такой способ отделиться, например, от классических исторических стилей Как раз, например, от типа ар-деко Или, не дай ей боже, там, каком-то ар-нуво Или классика, неоклассика Вот это все как бы нам не надо Это уже у соседей много раз было А мы же с вами современные люди Которые следуют тенденциям И мы как бы не хотим вот этого показного Но иногда это доходит просто до абсурда Я читала несколько книг про лагом И в одной из этих книг приводились рецепты То есть вообще вот эта история про эко-стиль Очень часто в книгах раскрывается с точки зрения лайфстайл То есть больше стиля жизни, чем конкретно интерьера То есть есть книги, например, про интерьеры в классическом стиле И есть книги про просто эко-жизнь И там чуть-чуть про интерьер И дальше куча рецептов Как, например, можно сделать чистящее средство Из соды с уксусом И почистить этим духовку Да-да Это как раз про замедление, да, тоже Сколько, интересно, потребуется времени Чтобы духовку чистить самодельным средством Из соды с уксусом Я просто вообще себе не представляю, если честно Но окей, ладно Про снижение пафоса, да В одной из этих книг как раз были рецепты Про экологичную еду Про дважды запеченный картофель Рассказывают Значит, у вас есть еда, которой вы не доели Выбрасываете еду И вкладываете в те 40% еды, которая выбрасывается Это нехорошо Поэтому надо доесть Будете давиться, но будете это есть Как можно это съесть, если он уже полежал? Значит, вы берете эту картофельну Добавляете туда, например, там Соли, масло Можно добавить грибочков Можно добавить еще каких-то ингредиентов И опять кладете это, значит, в духовку И запекаете Та-дам! И пытаетесь каким-то образом это съесть Но просто это как бы интересный спорт Для людей, которые живут в Швеции Это как бы прикольно То есть у них всегда был выбор Всегда можно Хотите, ешьте Хотите, не ешьте Хотите, помогайте миру Хотите, не помогайте А в наших реалиях это не совсем так То есть у меня, например, довольно много таких клиентов Которые сделали себя сами Ну, наверное, это прям большинство моих клиентов И некоторые из них прям рассказывали То есть вот как они в студенческие годы жили И жили они следующим образом К примеру, они кушали все время макароны Потому что были деньги на макароны Иногда к этим макаронам прибавлялась сосиска Но сосиску нельзя было съесть просто так То есть ее надо было подмешать в макароны Чтобы ее хватило на подольше Или, например, одну пачку сосисок Одну пачку сосисок покупали на несколько человек Там, да, и радостно делили В этом контексте, да, это не те люди Которые потом будут есть дважды запеченный картофель Потому что в их жизни это уже было И, блин, они больше просто этого не хотят Окей То есть это люди, которые не выберут эко-стиль Скорее всего, это будут какие-то другие стили С использованием искусства Может быть там фьюжн Может быть какая-то неоклассика Но не эко Следующее, что можно сказать про эстетику эко-стиля Это отказ от орнаментов и декоров То есть очень много вариантов стиля Где мы видим достаточно простые предметы Без какого-либо орнамента И гладкие поверхности тоже ничем не заставлены В какой-то степени это опять история про натуральность То есть мы хотим видеть натуральную ткань С другой стороны, это также история про отказ от цвета Потому что красители бывают химическими Либо они просто удлиняют цикл производства И зачем это нужно делать, если можно просто купить Например, лен в своем первозданном цвете В натуральном виде И помимо этого отказ от цвета Это очень часто белый фон То есть если мы посмотрим там много-много-много эко-интерьеров Мы увидим, что на подавляющем большинстве Просто 90% этих интерьеров Это белые крашеные стены И прием цвета через материал То есть это стены, к которым добавляются, например, полы цвета дерева И мебель цвета дерева Они крашены То есть это как раз то, что добавляет разнообразия Далее эстетика эко-стиля Это минимум текстиля То есть очень часто в этих интерьерах нет штор Либо есть одна линия штор Которая где-то там наверху, как рулонка В верхней части окна просто существует Чтобы можно было на вечер ее закрыть И не более того То есть мы не делаем из-за текстиля Некую супер-декоративную историю То есть мы отказываемся от текстиля намеренно Чтобы увеличить количество естественного света То есть зачем там включать лампочки Или раньше включать лампочки, чем это реально нужно Если свет поступает через окно Поэтому, если вы выбираете себе жилье Которое вы хотите сделать в эко-стиле Выбирайте жилье с как можно более крупными окнами И эти окна, помимо того, что они дают естественный свет Они дают еще дополнительную связь интерьера с экстерьером То есть мы же хотим общаться с миром вокруг Мы же этот мир делаем лучше Так давайте на него посмотрим Этому и служат большие окна, которые не зашторены И здесь есть еще одна такая фишка Тоже, если посмотреть там премиум эко-интерьеры Это то, что в это окно не должно быть видно другое жилье И лучше, чтобы в него не было вообще видно людей То есть это такое супер уединенное место Или дом, который повернут таким образом Чтобы все окна были направлены туда, где лес, например То есть это вот история Что хороший вид из окна может служить опорой для интерьерного стиля И часто эта опора проявляется в колористике Например, мы в интерьере можем повторить цвета, которые мы видим за окном Например, какие-нибудь цвета, каких-то цветов в саду Или зелени, листвы Но обычно это не очень большие куски То есть там положили на диван какую-то зеленую подушечку И все мы повторили Да, вот в таком ключе И также интересный прием Это дополнительное усиление вот этой связи интерьер-экстерьер Через повторение материалов Это не очень, мне кажется, актуально для России Но для европейских интерьеров да То есть бывает, что кладут плитку на пол в гостиную, к примеру И повторяют ее в лоджии или на балконе Или какой-нибудь тик, тиковая веранда И этот же тик повторяется внутри в доме То есть таким образом мы через материал Вот эту буферную зону делаем еще ближе и к природе, и к дому Таким образом объединяем Еще один момент, который напрямую связан с эстетикой эко-стиля Это использование повторных предметов То есть использование старых предметов винтажа Иногда это даже антиквариат И когда мы говорим винтаж, мы подразумеваем несовершенство То есть это часто могут быть предметы потертые С деревом, которое выгнулось от времени Или вот как на данной фотографии мы видим, например, полы Которые такие вот с темными разводами Как будто это какая-то грязь, которая въелась прямо в дерево И вот там она осталась, и она больше не отмывается Либо просто хозяева пользуются той самой содой Которой они пытались оттереть духовку И этим же пытаются помыть полы Не знаю Но суть в том, что вы купили специально эти повторно используемые полы Вы заплатили за них даже больше, чем если бы вы просто купили новые полы Причем вы зашли их где-то рядом, чтобы не возить далеко То есть вы не искали лучшую цену по всей стране И как бы вы хотите показать, что да, это повторно используемый материал Вы не хотите класть очищенные и полностью выглядящие как новые полностью отреставрированные полы Вы хотите, чтобы было видно, что это повторно используемый материал Поэтому использование старых предметов или старых отделок Это часто подразумевает несовершенство И то, что я уже говорила, эко-стиль это очень часто привязка к месту То есть существует много локальных вариаций эко-стиля Именно потому, что мы хотим поддерживать местных производителей, к примеру И хотим минимизировать логистику Как я говорила, речь идет меньше об эко-стиле И больше о различных вариациях стилей на эту тему Давайте же теперь более подробно разберем, что это за стили И первое, о чем я хочу поговорить Это вариант, который у большинства людей ассоциируется со словосочетанием эко-стиль Это стиль, который можно обозначить как современный эко-стиль или natural modern И если вы посмотрите на те изображения, которые я вам сейчас предлагаю Вы поймете, что глядя на эти фотографии, нельзя сказать, в какой точке земного шара этот интерьер находится То есть это может быть где угодно Отличительная черта такого стиля – это интернациональный подход То есть здесь мы не увидим каких-то супер-locally-made, так сказать, вещей местных Могут быть какие-то небольшие акценты, но в основном нет И этот стиль, если его разобрать на части, он как бы очень близок к минимализму То есть к минималистичным приемам Что именно в нем так близко? Это аскетизм в палитре То есть здесь как раз мы видим с вами вот эти белые стены И при этом еще ограниченное количество отделок То есть вы помните, что я говорила, что цвет вносится через цвет просто натурального дерева Но здесь всего один цвет дерева То есть, например, там цвет полов, он же цвет мебели, он же будет цвет стеновых панелей И плюс, если мы говорим про освещение, к примеру, кроме того, что это большие окна Здесь очень часто нету подвесных светильников То есть обычно это много напольного света, но мало технического света Либо, может быть, его просто замазывают на фотографиях, я не знаю, да То есть вообще света вот в интерьере видно мало И обычно над столом ничего не висит То есть мы видим просто поверхность стола и над ним как бы ничего нет То есть мы говорим о ценности пустого пространства Это как раз то, что очень характерно для минимализма Мы видим пустые поверхности И при этом на первый план выходит, конечно, текстура И выходит пропорция помещения То есть мы очень часто смотрим на какие-то примеры, где есть второй свет, например, в интерьере Высокие потолки, то есть красивое соотношение частей И строгие геометрические формы То есть это прямые линии, простые формы И иногда эти прямоугольники разбавляются, опять же, правильными кругами Чтобы чуть-чуть смягчить впечатление от интерьера В таких интерьерах вы не увидите каких-то супергрязных полов Недоочищенных И тут нет слишком грубых фактур Тут не будет сколотых краев на плитке, которые вы положили на пол Но при этом плитка будет все равно такой матовой То есть будет иметь приятный матовый блеск Или будет полуглянцевый такой, но не будет глянцевый И если мы говорим про дерево, то это, конечно, дерево скорее под маслом, чем под лак Очень близок к этому подходу другой вариант экостиля И я хочу чуть больше остановиться на стиле mid-century Здесь история про что? Архитектура mid-century очень похожа на то, что в архитектуре идеально для экостиля То есть как раз мы видим большие ленточные окна на весь фасад Которые объединяют интерьер с экстерьером Это такая ключевая идея в стиле 50-х годов Также использовались раздвижные стены и одно большое пространство То есть очень часто зонирование шло функционально То есть шло через, например, то, как вы расставляете мебель И было минимум приватных пространств То есть идея общности в интерьере была важнее Что семья должна как раз проводить время вместе, чем кто-то должен уединяться Детей запихнули в детскую комнату, мужа запихнули в кабинет А хозяйку на кухню То есть такого вы в mid-century не увидите Плюс мебель располагается довольно свободно и асимметрично То есть асимметрия – это как раз такой очень типичный прием для mid-century В отличие от того варианта, который мы видели ранее Мы здесь наблюдаем уже какое-то количество цветов То есть здесь есть яркие обивки и здесь есть яркие однотонные акценты Мы видим здесь красную обивку на кресле Или какую-то травянисто-зеленую обивку, чуть-чуть выцветший зеленый И здесь появляются ковры То есть natural modern часто отказывается от ковра То, что я говорила, опять же, про минимизацию вообще любого текстиля в интерьере Здесь ковры есть, но обычно это простой, например, джут или сизаль Не контрастный к поверхности полов Возможно, небольшое точечное использование орнаментов Обычно это скандинавские орнаменты И если вы посмотрите на сами формы мебели То это как раз мебель, конечно, мебель 50-х И это формы такие вот, они компактные, они не расползаются По ним не скажешь, что это какая-то старая мебель, на которой 10 раз уже сидели Потом еще чуть посидели, в таком виде ее как бы принесли То есть такого нет В отличие от следующих вариантов, которые мы сейчас будем обсуждать И мебель это не мятая, не жеваная Теперь давайте как раз поговорим про вариант, когда мебель бывает мятая и жеваная Это этника загородного дома И когда я говорю этника, я не имею в виду африканские какие-то технические стили Я говорю просто о том, что дом привязан к какому-то конкретному месту Или к конкретной стране, к национальности Глядя на этот интерьер, можно предположить в какой точке мира он находится Прежде всего это кантри Кантри я понимаю как стиль такого американского деревенского дома Сельского дома, может быть фермы, да, фрамхаус И это как раз то, что я вам сейчас показываю на фотографиях Но могут быть и другие проявления Например, это может быть шебешик Или это может быть шале И все эти интерьеры объединены определенным количеством черт общих Во-первых, они как раз используют грубые фактуры То есть та битая плитка, которую мы не доложили в варианте natural modern Ее как раз то и красно можно использовать в варианте этника Это местные материалы То есть явно, что сделали там какие-то местные ремесленники, которых в других точках земного шара нет Это исторические предметы То есть это дома, которые отражают историю семьи, которая жила там поколениями в этом доме То есть это, возможно, классические формы Здесь не так важна геометра помещения То есть потолки опускаются, они могут быть ниже Часто мы видим балки на потолке И мы видим больше декора То есть вполне возможно использование каких-то вещей, которые заполняют пустые поверхности Есть орнаменты И часто это такие орнаменты, как не сильно бросающаяся в глаза полоска Либо это может быть клетка Реже это какие-то флоральные варианты И один из приемов, как используется орнамент Это использование орнамента через выкладку материала То есть, к примеру, у нас есть определенная кладка паркета Вот такого сложного, как вы видите на этой фотографии То есть не просто доска, а доска, которая лежит то вдоль, то поперек То же самое делают часто и с плиткой Или там даже бывают кирпичные полы, которые вот так художественно выложены И еще один вариант Это, к примеру, если мы говорим именно про кантри Знаете, есть такие специальные двери, которые как в амбаре И они из таких досок, которые вот сколоченные Доски сначала идут вдоль, потом они идут поперек Еще идут они крест-накрест И все вот это образует определенный ритм, определенный орнамент Это как раз характерно для подобных стилей, для эко-стиля в стиле сельского дома Для русских, как бы, да, во что это все выливается? У нас же тоже есть загородные дома, у нас тоже есть дачи И когда я думаю про сельский дом в русском стиле Я себе представляю такую веранду с интересной раскладкой на окнах С ажурными вот этими окнами полными света И с какими-нибудь бабушкиными кружевами, возможно, на столе И да, для нас, как бы, вот есть варианты эко-стиля, которые мы вполне можем повторить Не особо даже напрягаясь Еще один вариант интерьеров с привязкой к месту Это интерьеры бич-хаус Или еще их называют коустал-стайл То есть прибрежный стиль Стиль домика у моря Здесь есть свои характерные особенности Этот стиль больше черпает цвет из пейзажа вокруг, чем другие эко-стили То есть, если мы, например, говорим про стиль шале Вокруг что мы видим? Ну, мы увидим, наверное, там заснеженные горы Или сосны Или какие-то стволы у этих сосен Но нет попытки взять именно цвет хвои Или цвет именно соснового ствола И обязательно его привнести Или цвет серого камня привнести его в интерьер А в бич-хаус это есть То есть мы видим море в окно, например Или как будто бы мы видим море в окно И вот эти морские цвета, они перетекают в интерьер Мы видим с вами там цвет песка, цвет воды, цвет старых лодок, выцветшие бревна Но то, что интересно, то что море всегда присутствует в интерьере в качестве синего или бирюзового Очень редко каких-то других цветов Хотя оно может быть вот само по себе, если на море посмотреть Оно может быть другого цвета Например, древние греки описывали море как винно-красное или как черное Потому что у них очень редко использовались слова, которые обозначали синий цвет А здесь нет, даже зеленый, если мы поговорим про зеленый Гораздо реже используется в стиле бич-хаус, чем синий Хотя море может быть вполне зеленым И что мы здесь еще видим? Мы видим здесь, конечно, вот эти бирюзу и синие в сочетании с белыми, с оттенками off-white Мы видим матовые материалы И мы видим больше окрашивания, чем, например, было в кантри-хаус То есть та мебель, которая в кантри-хаус скорее была натурального цвета дерева Здесь она уже будет покрашена, скорее всего, покрашена в белый Много плетеных предметов Или мебель, которая выглядит так, как будто бы она стояла на веранде Или вообще на улице, потом ее принесли И также есть этот прием кладка материала как орнамент И, в общем-то, использование как раз соломки и грубых материалов Тоже все это допустимо Но не всегда бич-хаус должен быть банальным, каноническим Иногда получается передать настроение интерьера и без использования синевы Например, как в данном варианте Мы видим, что здесь просто вот это высветшее дерево Опять белые стены, немножко черные акценты И самое интересное, это роспись на стене Которая похожа на то, как солнце играет на волне И вот именно это как раз соединяет эту квартиру Которая действительно находится у моря с экстерьером Еще один вариант эко-стиля, который привязан к стране К определенному месту Это, конечно, скандинавский стиль Скандинавский стиль и эко-стиль очень здорово связаны между собой И стиль жизни вообще скандинавский Это обычно про защиту окружающей среды Что здесь есть? Здесь опять-таки мы видим снижение пафоса Но в каком смысле? Люди, которые делают такие интерьеры Говорят о том, что они живут для себя То есть интерьер этот не для того, чтобы поразить кого-то еще Там гостей или родственников Вы можете пользоваться очень хорошими вещами Но просто потому, что вам так приятно Не потому, что вы хотите кого-то удивить И в этом менталитете нет истории про то, что интерьер должен как-то отличаться от интерьера соседа То есть он похож на интерьер соседа Ну и ладно Как раз про это тоже в книге про лагом, которую я читала Там написано было, что очень много похожих интерьеров То есть когда человек, например, идет искать себе съемную квартиру Он все время видит очень похожий набор квартир Там с белыми стенами С определенным количеством текстиля С определенной палитрой в мебели и так далее И даже с определенной формой смесителей над раковиной Орнаменты цвета используются в стилях нордика по обстоятельствам То есть могут быть, могут не быть Это может быть полностью нейтральная палитра Это может быть палитра, которая сочетает черный и белый графичная И это может быть палитра с прямо яркими всплесками цвета Здесь больше текстиля, чем если мы говорим, например, про natural modern Прямо любят всякие пледы, вязаные штучки, декоративные подушки Это все приветствуется И также здесь идет естественный цвет Так же, как практически во всех стилях, которые я перечислила И здесь идет отказ от подделок Как одна из таких основ стиля То есть если вы хотите уж иметь мебель там а-ля Царинина То, пожалуйста, купите вот оригинал Не покупайте там китайскую подделку Иначе это получится не нордик, а просто какая-то вариация непонятная То есть это будет противоречить духу нордик И еще то, что отличает этот стиль, это отказ от хлама То есть это как раз похоже на natural modern, где ценится пустое пространство Но именно в скандинавских стилях говорят А как оно возникает, это пустое пространство? Да так, что вы просто часть предметов как бы собрали из дома и выкинули Или просто изначально не стали покупать и заявили о том, что вы спокойно обойдетесь без них Потому что пространство для вас важнее, чем предметы, которые могли бы его занять И также там целая философия про то, как надо расчищать всякие вещи, которые копятся Там расчищать гардероб Как надо ходить за покупками так, что вы купили одну вещь, одну вещь вы выкинули И так далее То есть отказ от хлама это очень нордическая история Ну и конечно, как я сказала, это все про экологичный образ жизни и про экологичное потребление Сейчас не очень интересно говорить про интерьеры в скандинавском стиле Гораздо больше говорят про новые интерьеры, которые называются хюги и лагум И на мой взгляд, это просто набор слов, которые обозначают абсолютно все то же самое Но просто если у вас уже есть книжка про скандинавский интерьер То вы не хотите покупать вторую книжку про скандинавский интерьер Вы хотите пойти и купить книжку про хюги А хюги это датская разновидность скандинавского интерьера Означает она благополучие и наслаждение простыми радостями жизни Но в моем понимании, если мы говорим про интерьер, это как раз больше про декор Про пледы, про подушки, про керамику в интерьере Про то, как вы при свечах пьете какао, сидите у камина Вот это вот как бы скорее про хюги А еще одно слово, потому что хюги это тоже уже было там с 2016 года Оно где-то там вот на горизонте появилось Уже тоже как бы у вас есть уже, окей, на вашей полке в библиотеке Есть скандинавские интерьеры, есть интерьеры хюги И вы такие, больше не буду покупать про хюги Хорошо, купите про лагом Лагом это понятие из Швеции Наш ответ дань, как бы получается Означает он разумный образ жизни, поиски баланса, скромности, простоты и гармонии Грубо говоря, лагом переводится как ровно столько, сколько нужно Это интересно, то есть здесь речь больше не про наслаждение А про то, как раз, что нужно отказаться от хлама Хотя, опять же, это, по-моему, придумали совсем даже не в Швеции А еще в Древней Греции было понятие хюберис Которое означало как раз чрезмерность И которое очень порицалось аристократами И как бы как раз история была про то, что образ жизни должен быть разумный и не слишком роскошный Основная мысль, которую я хочу донести, это то, что эко-стиль может быть любой стиль То есть когда вы делаете что-то в эко-стиле, перед вами очень богатый выбор, как можно это сделать И эко-стиль связан с образом жизни даже больше, чем другие стили Если мы посмотрим на этот посыл эко-стиле, это я делаю мир лучше А если мы посмотрим на какой-то другой стиль, например, на стиль контемпори Это будет история про то, что я просто живу в городе, каждый день хожу на работу И я не хочу прикидываться, что до меня в этой квартире жило много людей И вообще на окружающий мир мне, грубо говоря, наплевать То есть я как бы городской житель, можно сказать, бюргер И вот в этом как бы просто современный стиль, стиль контемпори, к примеру Или если мы говорим про классический стиль, то это про то, что я потомок как раз поколений И несу как бы вот эти семейные ценности, которые накоплены еще моими дедами в светлое будущее Про это классический стиль, да? Ну или как написала мне очень остроумная подписчица в YouTube Иногда классический стиль получается в том ключе, что греческие боги тут живут Но это не очень хороший просто классический стиль А так да, это красиво Я именно классику очень люблю Говоря про эко-стиль, еще хочу остановиться на том, что я когда читала книги про лагом Меня очень поразило, что автор эти интерьеры описал не просто как умеренные или строгие А как стерильные и как интерьеры, которые удушают своим разнообразием Я бы, наверное, никогда не смогла описать интерьер, в котором мало всего как удушающий Но он как раз говорит о том, что слишком твердое следование каким-то правилам Это не очень хорошо, это не очень здорово И в качестве иллюстрации хочу привести вот этих драконьих щенков Которых сделал Вильгельм Коге Это производители посуды как раз в таком вот скандинавском стиле Посуда, которая также тиражировалась, например, для различных столовых или для школ И он же предложил вот этих драконьих щенков, которые немножко похожи на азиатских И которые совсем не в скандинавском стиле Просто потому, что они ему понравились И они стоили гораздо дороже, чем его другая продукция И эти щенки стали супер популярны как раз потому, что вот есть интерьер Есть какие-то правила, которые там белые стены все время надо делать Но может быть какая-то часть в этом интерьере, которая просто приносит вам счастье И когда вы приходите и с гостями садитесь за стол Вы можете обсудить этих щенков, как они там машут лапками Или может быть какие-то другие есть вариации Это такой как conversation piece, да, тема для разговора И это воспринималось как предмет роскоши То есть я хочу завершить эту историю на том, что следовать каким-то правилам или принципам необходимо Потому что иначе получается сборная солянка То есть даже если мы говорим про максимализм в интерьере Все равно там есть правила, просто их сложнее определить И то же самое в эко-стиле Да, вы можете сделать эко-стиль, построить его на основе различных вариаций, которые я описала Но не забывайте и о том, что стиль просто должен приносить вам счастье То есть интерьер, который вы создали сами для себя, должен делать вас счастливыми И на этой радостной ноте я хочу с вами попрощаться до следующих видео Счастливо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok